Это средство применяется на сахтах, так называемое. Оно подает воздушно-механическую пену, которая применяется для тушения пожаров. Это не просто выставочные экспонаты, а рабочие инструменты брянских спасателей. За сутки только одна пожарная команда может выезжать на вызовы больше десяти раз. При такой напряженной работе исправная техника не менее важна, чем профессионализм специалистов. Каждый день используется. В Брянской области каждый день регистрируются пожары, дорожно-транспортные происшествия. От нас люди ждут помощи, спасения. И поэтому машина задействуется максимально. Беспилотные самолеты, снегоходы, автомобили с электронной начинкой. Сегодня на вооружении МЧС только современная техника. Например, на этом автомобиле спасатели выезжают на ДТП. В машине все необходимое для помощи пострадавшим. На этой машине гидролический инструмент Урсус. Также есть генератор для освещения места происшествия, если ночью выезжаем. Бензопилы, бензорезы, насосы для удаления дыма из помещения. Куб жизни, так называется у спасателей, это прыжковое устройство. Внешне, похожее на детский батут, оно используется в гораздо более серьезных целях. При пожаре куб жизни надувается в течение минуты. Он предназначен для спасения людей с высоты 3-4 этажей. Если же надо эвакуировать человека, например, из 9-ти этажки, в ход идет уже другая техника. Автомобиль с автолестницей и секционным спасательным рукавом. Спасаемый заходит в люльку, прыгает в рукав. И чтобы быстро по нему не скользить, руки немножко раздвигаются, оно останавливается. Руки к себе прижимает и вот так до низа спускается, до земли. Его там пожарный наш встречает. Самой внимательной публикой оказались, как ни странно, дети. Они не только с интересом слушали рассказы о технике, но и задавали вопросы. Посмотреть на выставку пришли ученики из разных школ города. Мне больше всего понравилось объяснение, как пользоваться кусачками, которые можно перегрызть, ну, самые любые плутя. Если там человек находится, ну, если заблокирован, можно просто перекусить. Много версий существует. Есть вообще большие автоматические, есть ручные. Больше всего мне запомнилось то, вот этот куб жизни. Больше всего. Меня вот только интересует вопрос, как вот спускаться вот по такому тоненькому. Все равно как-то немного волнует, если так будет спускаться. Но все же наши инженеры молодцы, раз придумали столько хороших приспособлений. Выставка была открыта для всех желающих. Каждый, кто оказался на площади Ленина, мог не только узнать о спецтехнике, но и попробовать себя в роли спасателя. Евгения Павлюкова, Владимир Сидоров, События Брянск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова